Музыка Это было около трёх часов дня. Он зашёл, бабушке зашла следом подельница. Они начали по холодильнику, телевизор брать, везде всё осматривать. Бабушке сказали, сиди, молчи, убьём, задушим. Бабушка, конечно, испугалась, прижалась к стулью, сидела. Они к столу, к холодильнику, к зал прошли. Всё это собрали и вышли. Собаки, так как в доме не было, они всё это вышли, через ворота вынесли. Одно развлечение было у бабы Лизы – смотреть телевизор. В её 87 лет особо не разгуляешься. Нагрянули незваные гости и лишили её единственной отрады – украли технику. Ущерб вроде бы небольшой, но для человека, который живёт на одну пенсию – это настоящая трагедия. Всё произошло рядом с первоземинской школой. Злоумысленники ворвались к одинокой старушке в дом, приказали ей сидеть тихо. Сами выбили у неё на кухне, но этого оказалось мало. Чтобы продолжить веселье, нужны были ещё деньги. А так как их, соответственно, не было, молодой человек предложил своей подельнице забрать у бабушки старенький телевизор. Я его забрал, да ушёл с телевизора. Девушка осталась, бабушка, она там и осталась, чтобы не спать. А телевизор вы куда-то везли? Ну, я уехал, продал сестре. Ну, сколько продали? За тысячу рублей. И на что потратили? А я этих денег не успел, и меня забрали сотрудники медицины. Сотрудники полиции так оперативно сработали благодаря бдительности и энтузиазму 15-летнего школьника Владимира Калинина. Он живёт по соседству от бабы Лизы. Именно в то время, когда злоумышленники несли телевизор, Вова с санками шёл за водой на колонку. Незнакомец обратился к подростку с просьбой одолжить на некоторое время санки для перевозки техники, которую он забрал якобы из ремонта. Поведение незнакомца школьнику сразу же показалось странным. Кроме того, ему не понравилась татуировка на руке мужчины. А потому Вова, ещё не зная о совершённом преступлении, начал на всякий случай фотографировать на свой сотовый телефон этого подозрительного человека. Потом вот здесь вот стояли, следил у него, ну здесь вот, от телевизора. Я сфотографировался ли телевизор, а следил от него отпечатку в ботинках. Ну а когда санки вернули, и Вова отправился домой, мальчик услышал крики о помощи. Баба Лиза со слезами на глазах рассказывала соседям о своём несчастье. Я даже не знаю, кто вызвал полицию, потому что я дома была. Только что вот он сразу, когда это самое сказали, что обворовали соседку, он тут же мама, я знаю, кто это человек, кого и чего, и побежал. Я пошёл к её родственникам, ну, они живут там через вот дома от неё, вот, и сказал, что так и так проверить, и вдруг у него телевизора не на месте, что я знаю, кто это сделал, видел. Они сходили проверить телевизора, а нет, они начали звонить уже, дальше родственникам звонить, что украли телевизор, а я уже этим временем пошёл уже искать по следам, уже санки же следы оставляют, вот пошёл искать по следам. Далее сценарий развивался прямо как в детективных сериалах, которые Вова, кстати, очень любит смотреть. Пошёл туда, к тем следам, что сворачивали к дому, сворачивали, потом сравнил, потом пошёл основные следы искать, когда нашёл, видел, что они заметённые были, потом пошёл опрашивать соседей, кто там живёт вообще, кто чем занимается, ну, для меня, знаете, что уже сказать, кто и где, вот. Первая женщина мне сказала, что не знаю, что так редко находятся дома, что там какие-то дела, проблемы с этим, вот, а мужик, который строит дома, там, неподалёку тоже, у него спросили, говорит, там алкаши живут, алкаши живут, он живут, это тёмные личности. Юный Шерлок Холмс, собрав полную коллекцию улик, вызвал полицию и указал следственно-оперативной группе дом, куда вошёл мужчина с телевизором. Подозреваемого и его сообщницу задержали. Лицо, которое совершило преступление, ранее неоднократно судимое, в тот же день было задержано в порядке статьи 91, и в дальнейшем судом было избрано мера пресечения ареста. Школьник, который совершил вот этот поступок, был награждён. Это будет одним из доказательств, которые ляжут в уголовное дело, и в дальнейшем при рассмотрении дела в Зимитском городском суде, это окажет также немаловажную роль на доказывание вины подозреваемого. Я не хотел ни воровать, не хотел ничего. Я ходил, скитался, 9 месяцев скитался, он ночевал в подъездах, там, чё-то поймёшь, чё ел. Огонцовки мне надоело, это всё. Ситуация уникальна тем, что подросток не остался равнодушным, тогда как большинство взрослых наверняка бы предпочли отмахнуться от подозрений, выкинуть их из головы по принципу «моя хата с краю». Вот он меня спрашивает, а ты не боишься его, что он вернётся из тюрьмы, там, ещё что-нибудь, я говорю, нет, я не боюсь. У меня есть друзья, у меня есть родители, которые мне могут помочь. Награда ждала героя прямо в школе на торжественной линейке. Сознательному и дотошному мальчику сотрудники полиции вручили почётную грамоту и ценный подарок. За активную гражданскую позицию и за действие в раскрытии тяжкого преступления мы вас награждаем вот этой благодарностью. Желаем вам, чтобы все ученики этой школы, сверстники ваши, всегда обращали на это внимание, чтобы вы были эталоном того, что помогли раскрыть вот это нам тяжкое преступление. И ждём всех в дальнейшем в полиции. Будет желание, приходите. Всегда примем на службу. Такие нам мальчишки будут нужны. Спасибо. Помог, помог, да, поймал, поймал. Просто сказать спасибо, это, знаете, уже многое стоит. Сотрудники полиции по достоинству оценили поступок мальчика и даже готовы принять его в свои ряды. Я думаю, что у вас возникнет желание поступить в Восточно-Сибирский институт МВД. Вы обратитесь к нам, мы вам поможем. Впрочем, и сам герой уже задумался о своей будущей профессии. Возможно, он пойдёт по стопам своего деда, который много лет проработал в милиции. Говорит, может, даже станет следователем. Практику уже почти прошёл. Осталась теория. Ну, я сейчас сравнил, что вот я что-то сделал, да, вот, что-то, ну, для меня необычное такое, что вот первый раз. А потом, знаете, я с этим смирился, я понял, что, ну, это случай, ну, что могут произойти в жизни у каждого, у каждого человека, у каждой семьи. Что такое еще впервые столкнулся с этим. Потому что это, ну, для меня, знаете, как-то новое, да, но потом-то я уже смирился, что вот он, я этого человека нашёл, поглядимся, дам там, что. А потом, знаете, так подумал, может, правда, в милицию пойти, следует следствовать эти органы, чтобы там дальше продолжать работу, как свои навыки эти обрабатывать. Уже мне это, по-моему, это хорошо получается. В школе поступок Вовы оценили и не удивились. Ведь мальчик с самого детства заступался за слабых и имел репутацию борца за справедливость. Когда маленький был, он всегда становился на помощь слабому. То есть он не давал обижать. Видите, он высокий, такой, занимается спортом. Мальчишка трудолюбивый. Вообще, хороший парень. Хороший парень. Вот за меня заступался в младший класс. Ну, бывает, у меня там задирается, он наклетит на них, там, бывает, побьёт. Ну, защищал меня. Всех защищает. Хороший друг. Подозреваемый же совсем недавно освободился из мест лишения свободы. Ему 34 года. Реализовать в жизни себя не смог. На работу не берут, да особо и не стремится. Родственников нет и жить тоже негде. Свою вину он не отрицает. Наоборот, даже признаётся ещё во многих преступлениях. Беседа с ним оставляет тягостное впечатление. Похоже, человек окончательно махнул на себя рукой. Сожалею лишь о том, что с детства у меня была такая мать, которая постоянно пила. Я с детства не видел, не ласки, ничего. Я уже с малого возраста, я кормил своих двух братьев. Мне приходилось лазить по огородам, одевать их, обувать. Я постоянно со школы приходил, они голодные, орут, кричат, хотя я думал, было и повисит всё, мать не варила. Поэтому мне пришлось бросить в школу самому варить, воду возить, дрова колоть. Ну, как вам объяснить, я с малых лет самостоятельно стал. Грустно, но своего ареста он ждал. Для него тюрьма стала домом родным. Здесь и накормят, да и крыша над головой есть. А здесь как бы тебя думают, завозят, корнишь, поспать ездят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова